Всем привет, с вами Витория и добро пожаловать в новое видео! И давайте в нем посмотрим на то, какие ошибки либо участники групп, либо операторы, либо еще кто-либо, кто создавал музыкальные видео корейских айдолов, допускали ошибки, какие косяки там есть, что, возможно, ускользало от вашего взгляда, но все-таки является довольно-таки забавным и интересным. Ну а прежде чем начать, обязательно подпишитесь на канал и поделитесь данным видеороликом со своими друзьями. Первый момент это BTS DNA. Что, казалось бы, там может такого произойти, что убежало от вашего взгляда, от вашего внимания? И это один момент, связанный с хромакеем. Спецэффекты это хорошо, замечательно, окей, но не тогда, когда их слишком много, потому что когда их слишком много, происходит кое-что весьма странное. Просто потому, что в DNA из-за хромакея у Ченгука периодически исчезала шея, исчезали волосы, исчезали сережки, и та же участь преследовала Тейхона и его прекрасные волосики. Просто потому, что когда вы пытаетесь убрать зеленый фон, убирается еще и часть вашего тела, периодически, если это слегка неправильно настроить или же где-то проследить. Далее, Экса Гроул. О да, это исторический момент. Но вообще, есть там один моментик, который, возможно, ускользнул от вашего взгляда и показался абсолютно нормальным и, ну, наверное, так задумано. Это тот момент, когда у Кая падает его кепка, и он разворачивается, чтобы ее поднять. Он очень хорошо подгадал момент и попал в ритм, поэтому это не выбивается из общего видеоряда. Но, тем не менее, это все-таки небольшой вот такой вот косячок, который в итоге решили не вырезать. Следующие это Соня Сидея и Лайон Хард. Казалось бы, все нормально. Да, все нормально, если бы не одно но. Это опечатка в названии группы на так называемом логотипе к этому музыкальному видео. Может, следующее музыкальное видео? Может быть, это Экса Монстер? И тот момент, когда камера отъезжает довольно-таки далеко и захватывает что-то вне общей декорации, что, собственно, и было заметно буквально на доле секунды. И следующая группа и следующее музыкальное видео допустили в своей структуре довольно-таки такой странный косячок. Это надпись. Если вы разбираетесь в курсивных шрифтах, то в музыкальном видео группы Монста Экса Ньютон вы могли заметить надпись Лак. Но вот если вы разберетесь и приглядитесь, то вы увидите там немножечко другую надпись. Да, все-таки нужно быть аккуратнее со шрифтами, чтобы там вдруг не было случайного ненужного смысла. Далее очень милый моментик, потому что это котеночек из музыкального видео Пауэр группы Экса. Что может быть не так с этим прекрасным созданием? А то, что у него ошейник то есть, то нет, то потом Бэйкион берет его на руки и у него опять есть ошейник. Да не стыкуется все это. И Эсэм, когда они создавали это музыкальное видео, не помешало бы определиться, есть у котенка ошейник или все-таки он ему не нужен. Следующий косячок довольно банальный, но тем не менее он очень часто встречается даже в каких-то популярных фильмах, которые собирают огромные рейтинги, но тем не менее, что мы видим на Mewness Wild и летающая камера. Это самая странная вещь, которую периодически некоторые почему-то не вырезают. И здесь она появилась в танцевальном видео, и в итоге вместо того, чтобы наблюдать за, собственно говоря, танцем, все внимание на себя перетягивает именно она, потому что все время перемещается. А вот то, что будет сейчас, мне даже нравится, просто потому что это такая забавная стилистика компьютерной игры. И это Big Flo Stardew. Что мы видим? Прекрасная работа, как бы. Но есть одно но. Это еще одни любители опечатываться в словах. Окей, это периодически случается, но мне кажется, что в такой вот более серьезной работе нужно все-таки быть внимательнее и не делать таких вот странных опечаток. Потому что, с одной стороны, зритель вроде бы их не замечает, но с другой стороны, если смотреть более внимательно, то они так сильно бросаются в глаза, что даже немножечко странненько. А далее следует Blackpink. Да, в общем, Blackpink показать все, что скрыто. А точнее, показать, насколько замечательно в общий антураж вписываются ваши декорации и кусочек чего-то за этими декорациями. Ну да, кажется, здесь будет достаточно людей, которые любят совершать опечатки, выпуская музыкальные видео. И здесь, пожалуй, стоит посмотреть еще на Блобби и Clash Dance. Окей, можно опечататься при компьютерном монтаже, а можно что-то где-то там не так сделать. Но почему на заднем плане находится неправильная надпись Supreme? Что не так было с тем человеком, который ее там создал? The Young, музыкальное видео, why? Это еще один человек, который показать все, что скрыто. Просто потому что прекрасный, песчаный такой пейзаж. The Young и оператор, который затаился в кустиках и которого видно с другой камерой. А вот те люди, которые создавали музыкальные видео о Just Right группе Got7, определенно решили продлить шуточку про то, что они все на одно лицо. Просто потому что они при создании вот этих вот маленьких логотипчиков допустили ошибку. И вместо Югёма оказался Юнжи, а вместо Юнжи оказался Югём. Да, они, видимо, действительно думают, что эти люди похожи. Это не так. Но вот что еще более странное, это когда обычному человеку говорят, что «Как ты можешь их путать? Это там вот тот-то участник, а не вот этот». Нет, пожалуй, тут нужно больше сомневаться в тех людях, которые на постоянной основе занимаются созданием музыкальных видео с этими людьми. И как бы им нужно знать их в лицо, но они все равно их путают. Далее идет еще одно музыкальное видео группы Nine Muses, и это Hard Locker. Как прекрасно, когда кто-то кого-то снимает в машине. Это ведь такой красивый вид, прямо замечательно все. Особенно, когда эта машина без крыши. Добавляет дополнительного шарма, и... Смотрите, какая я крутая, или какой я крутой. Но здесь все пошло немножечко не так, потому как есть одна проблема, когда вы снимаете кого-то в машине. Это отражение. Если когда мы смотрим фильмы, то мы часто видим в отражениях машин, например, операторов, либо же камеру какую-то большую, либо пушку, то здесь мы просто видим, как прекрасно над машиной летает дрон. Ну, просто как бы, да. Вот поэтому за этим моментом нужно очень внимательно следить. Ну, внимание рассеивается, и получается то, что получается. В исчезающие предметы в ненужный момент. Ну, например, старое музыкальное видео группу Four Minute, и ее исчезающая сережка, которая как бы на ней была, потом она с нее слетела, они в какой-то момент ее на нее надели, и она в кадре опять появляется сережками. Как все прекрасно! Но только зачем нужно было тогда оставлять момент, где она была без сережки? Ну, и на финальчик Into It Amazing. Они тоже решили продемонстрировать мастерство использования дрона. И в тот момент, когда они бегут, на земле мы видим просто отражение этого самого летящего дрона. Да, есть две проблемы. Это стекла автомобиля, и это, собственно говоря, это самая тень, которая появляется не всегда в нужный момент. И зачастую она появляется абсолютно не там, где надо. И здесь также можно заметить еще один момент, что один из участников бежит, и у него нет тени. А зато в уголке есть тень от дрона. И да, мы, кажется, познакомились с вампиром, который нигде не отружается. А какие косяки в музыкальных видео замечали вы? Может быть, у кого-то еще части тела пропадали? Неожиданно так, незагаданно. Ну, либо же что-то улетало в противоположный конец площадки, и участник бежал за этим во время хореографии. И это не было запланировано. Если вы замечали что-то подобное странное, да, возможно, это про сделки иллюминатов. Нам до конца это неизвестно. Пишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Субтитры сделал DimaTorzok